Всем добрый день! Очень рада здесь вас всех видеть. Эти вечера стали такими традиционными, и много знакомых лиц, и много удивительно новых, юных лиц. Приветствуем вас в этом клубе. Вот я заметила, что многие люди, кто-то снимает себе, видимо, на памятный телефон, но стоит напомнить, что прекрасный Юрий Алексеевич Трифаненков, он снимает вот такие концерты, выкладывает на YouTube, у него есть два замечательных канала «Офицерский романс» и «Архив авторской песни». Да, и там очень много интересных концертов. Горючо рекомендую. Качество съемки всегда прекрасное. Я здесь обычно пою три песни, и сама себе тоже сложила традицию, что одна песня моего отца Виктора Верстакова и два других кита афганской песни Юрий Кирсанов, концерт на котором будет 23 декабря, приходите, кто еще не знает, и Игорь Морозов. Но сегодня ни одного этого автора я не спою песен, а будет три других, и даже о войне будет только одна песня. Первое. Мне отец звонил, он там в Собирюльке, он живет в Торисковой области, я там в Сочи, и он говорит, есть такой фильм «Таинственный монах», и там звучала такая песня, он говорит, ну вот почему не я ее написал? Точно так же он говорил про песню Трофима «Аты-баты», прям чуть не плачет, что я должен был эту песню написать. И вот про эту песню, она прям действительно так в духе Виктора Глебча, и ее авторы Никита Богословский, а слова Михаила Танича. «Последняя осень». Напишу через час после схватки, а теперь не могу не просить, эскадроны бегут без оглядки, унося мертвецов на Рыси. Нас уже не хватает в шеренгах по осень, и героям наскучил солдатский жаргон, и кресты вышивает последняя осень. По истертому золоту наших погон. И кресты вышивает последняя осень, По истертому золоту наших погон. Напишу через час после смерти, а теперь не могу не забить, Похоронный сургуч на конверте, на моей замесили крови. Мы у Господа Бога поблажки не просим, Только пыль да копыта, да пуля в догон. И кресты вышивает последняя осень, По истертому золоту наших погон. И кресты вышивает последняя осень, По истертому золоту наших погон. И кресты вышивает последняя осень. И кресты вышивает последняя осень, И эта вот женщина рассказывает про своего возлюбленного, которого зовут Доминик, о том, как она его любит, боится потерять, ревнует всячески, следит за ним. Какая-нибудь параноидальная вещь. И удивительно, я сейчас стала искать ее авторов и увидела, что когда она исполнялась на русском языке, она звучала в фильме «Дело Румянцева», такой варь с домино, а слова написал Михаил Танич. Домино 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 Домino И вот песни из цикла позднего Афганистана Война становится привычкой Опять по кружкам спирт разлит Опять хохочет миссиска речка Бережутся лазом полис А над палаточным презентом Свистят то ветры, то свинец Жизнь, словно кадры киновенты Дала картинку на конец О чем задумался от штаба? Какие в яфе увидел сны? Откуда спирт? Откуда баба? Спроси об этом воины А хорошо сестра хохочет От медицинского вина Она любви давно не хочет Ей душу глянула война Эй, заполи, присни помалу Теперь за Родину пора Нам не спуститься с перевала Который взяли мы вчера Нам не спуститься с перевала Который взяли мы вчера Война становится привычкой Опять по кружкам спирт разлик Опять хохочет медсестричка И режет сало за пальцем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще, конечно, большой цикл АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хотел повторить во всех моих песнях Но смысл цикла Война и любовь Пояснять не буду Юра, ты вспомнил Вот Юра, это кто сегодня Ворочал бумажки песен Светы за песни Много лет уже воевал Много лет Из батальона Сомали легендарного Вот сейчас Ну, глаз сохранится У Юры все будет нормально И он говорил, что Вот мою эту песню еще Где-то давно Видел чуть не советское время М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Быть Бог уже Смерть уже Сторит о изголовье И утром навсегда расстанемся с тобой, И все-таки любовь останется любовью, И все-таки война останется войной. И все-таки любовь останется любовью, И все-таки война останется войной. Распахнуто окно, ветрами гендукушем маячет за окном Гражданская война. Зачем в чужих горах мы сохранили душу На нынешней войне? Душа нам не нужна, зачем в чужих горах Мы сохранили душу на нынешней войне? Душа нам не нужна, усеяна земля Осколками державы, куда не сделай шаг Кровавые следы Не обрести в бою Ни вечности, ни славы Ни честного креста Ни жестяной звезды Не обрести в бою Ни вечности, ни славы Ни честного креста Ни жестяной звезды Быть может, смерть уже стоит И твой скаловья, и утром навсегда Расстанемся с тобой И все-таки любовь останется любовью И все-таки война останется войной Если помните, мы начали с того, что я пою сегодня не тематику, я пою циклы Много песен написал о летчиках Но потом начал пересмотреть В основном вертолетчики, потому что летал с ними очень много Про крылатую авиацию мало песен, но есть Лучше называется «За уголок» А для наших летчиков с севера «Уголок» это скандинавский полуостров Видны из нашего окна Два деревца, три валуна За борт руха, полянка мха И четыре антенны И здесь не выдержала срок Я стартовал за уголок А ты в Москву дван двадцать шесть, одновременно Мне дали верхний шелон Я видел мир со всех сторон Мой самолет летел вперед, а твой налево Забыть бы так за уголком Что я с тобою был знаком Все наши дни, все наши ночи, все на первые Твоя родня была права Мне легала, что двадцать два А я в штабном столичном личном кабинете Вот поверну за уголок Пойду на северо-восток Там есть один авианосец на перемете Ведь, может, он не виноват Что ты ругал все подряд Здесь, в гарнизоне, в бывшей зоне А ведь, шай, тебе бы джаз, тебе бы урок И я лечу за уголок, чтобы жизнь моя И то тебе бы не мешала Видны из нашего окна Два деревца, три валуна За борт рука, полярка пха Дошли антенны Ты здесь не выдержал, а с рук я стартовал За уголок, а ты в Москву Два двадцать шесть, одновременно Цикл Ислама Самый страшный цикл, конечно, да Но можете поверить, можете не верить Но я вам сейчас докажу песни Еще с афганских времен У меня было предчувствие, что Ислама Это не главный наш враг Я написал эту песню, которую сейчас вам спою И который потом подтвердил в Чечне Да, это страшно До головы отрезали До пытки были И все равно я чувствовал, что мы пройдем вот это Кровавое, месивое И мы объединимся И сейчас воюют чеченские два полка И, по-моему, два отдельных батальона Не знаю, я вам поправить Если что, тогда Но они и воюют По-моему, охвата Кадара не только сын, но и дочь служит там На фронте, ну ладно Вот Сейчас Как ни относитесь к этим ребятам арабам Но они открыли второй фронт После нашего общего врага Короче, мне сейчас Менее стыдно за ту песню, которую написал еще в афганские времена За которую меня очень много в интернете оскорбляли и оругали Называется «Пылает город Кандагар» Бывает город Кандагар, И, по-моему, что они были боятся И все-таки Аллах Ак-бар Аллах Ак-бар, друзья Аллах Ак-бар Не было то, что жизнь не той Я жить, как все не смог Простился с верной женой Аллах Акбар, дружок Аллах, Аллах, Аллах Акбар И над могилой отца За плавом, наконец Твой путь пройду я до конца Аллах Акбар, отец Аллах, Аллах Аллах Акбар Аллах Акбар, горит песок И ружится скала И в очередь наискозок Дорога перешла Аллах, Аллах Аллах Акбар Аллах Акбар, то наискло Неперебитый назор Видишь в атаку батальон Аллах Акбар, майор Аллах, Аллах Акбар Аллах Акбар Вы слышите, как мы поем Танциньковых гробах Ты видишь ли, как мы идем Мы не свернем, Аллах Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар А если кто-нибудь живым вернется Кандагар Его мы, может быть, прозним ему Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар Акбар Главит горно Кандагар Ширюйте нельзя И всё-таки Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Акбар Кто постарше помнит страшные, смешные, гадкие, гнусные У меня много песен про 90-е годы, но обычно грустные, про измену армии, про обстрел Белого дома И вот недавно я буквально нашел песню, даже слова не вспомню, потом ее разыскал Может ее не стоит петь, потому что там много фамилий, которые лучше позабыть Но она была написана, я вам спою Называется она «Поход за цветами» в 90-х годах Нечистая сила, свято попросила, я ей ничего не сказал Хоть знал, что рискую, пошел на Тверскую, там есть белорусский отзыв Шел к Белому дому, а вышел к другому, где всюду решетки видны Не думал хоть резко, что я уж на пресне в Сверинце российской страны Прошел у него летом, вольеров и седок, едва не свалился в пруды Где депутатавы и депутатавы, а через глядят и злоды А два попугая, раз с нами пугая, толпичат, что стали дурак Визгливы, безмеры, важны словно мэры под кличками грек и поля А вот обезьянник нет, огонь бедянник, шатальник не русских наук Великоречивы, арбата, бурщины вывзирают макаки вокруг Чуть дальше вата, давно хозблата, рычит удалой бурбулис Над ними горит арыш, как жирный опарыш, на зимней мормышке болез Вскорей бухворотом, но за поворотом два голых удара ползут Пятнистый горбан, есть деться мордаты, хвосты друг у друга грызут Зашел я на точке, забыл про цветочки и про белорусский вокзал Шел к белому дому, а ты шел к другому, какому я вам рассказал Шел к белому дому, а дыша к другому, какому я вам рассказал. Хотел я очень спеть, наверное, все-таки спою этот вариант. Есть цикл песен о военных судьбах, где называются и фамилии, вот у меня в стихах их песни, да, и конкретные судьбы. Обычно я пою, когда присутствует здесь Виктор Дмитриевич Жуков, был он военным советником в Афганистане по линии армейской, да. Но пел и буду петь еще и для Любови Федоровны Айрумян, у которой муж был военным советником в Афганистане по линии КГБ, да, Оля, да. И вот Ольга Федоровна Айрумян ушла в этом году из жизни. Я, кстати, не знал, вот, да, Любовь Федоровна ушла, да, Ольга мне это сейчас сказала. Поэтому я спою песню про советников, как бы про Жукова. Ну, я тебе говорю, что Жуков заболел, да. Сейчас, когда-то очень много болеет, зал должен быть полный перепон, одиноко слабо. У Жукова давление, третий день, говорит, скорую вызывает за 220, да, падает там, слабо. Третий вообще сказать слово, вот, а-а-а-а. Время тяжело, поэтому все, кто пришли к героям. Он сядет на поиск оружия, уедет служить в Денинград. Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Он не спит от колесного скука, Хоть и на ночь попил меч и кула. В окошках устарился Жуков, Советник в алганском полку. Он помнит, он помнит ту дату, Когда в роковом декабре В полку взбунтали солдаты И ждали его во дворе. И вышел военный советник, Небрежно ремень теребя. Она под ремнем пистолетик, Девятый патрон для себя. Глаза опускали царбазы И пятились по одному. Советник страшнее приказа, Они подчинились ему. Своим пистолетикам малым Царбазов погнал он вперед, Туда, где за каждым дувалом Нетежные строчи пулемет. И шли, прибиваясь от страха, Судьбу проклинали башки. Советник страшнее Аллаха, Когда он из русской земли. Так что ж ты, Советник, невеселый? В экспрессе Москва, Ленинград, Мир тот же, из крови и песен, Как года четыре назад. Идем, уезжаешь в разлуку, А мы с тобою разлучены. Спит Виктор Дмитриевич Жуков, Советник, Советской страны. У меня еще, кроме цикла, да, Мы люди простые военные, отцахи и стаканов, И мы должны четко выполнять программу. Что записано, то сделано. Сейчас, может, не совсем уместно, Но я хочу прочитать стихотворение о России. Хотя называется оно странно, не по-русски, Называется в Париже. Мы познакомились в Париже. И вдруг, без горечи и зла, А я на сей ненавижу, Она в ответ произнесла. В кафе Ротонда на Монмартре Мы пили виски и пирюшон, И мир, как будто бы в театре, Был затемнен и поглушен. Богема, торгаши, туристы, Дымя французским табаком, Нетерпеливая и нечистая, Взирали на нее только. Ну что ж, она была прекрасна, И высока, и холодна, Такие женщины опасны, И беспощадны, как война. Да, вышла замуж за Париж, За араба была. Зато уехала в Париж, Я русская, но я не баба. Чего с преселином, Глядишь? Перевести бы мне на шутку Наш неуместный разговор, И ту родную проститутку Не вспоминать буду сих пор, Она Россию ненавидит. И все же в отеле присвечила, Покуда нас никто не видит, Рыдает на моем плече. Возвращаемся к ракетным войскам, Мы все туда. Сегодня праздник, да. Чего-чего? Мне кажется, кто-то. Песня называется «Автобус 98-й». В одно время, Когда мы учились в Академии Дзержинского, И уже с чисто казарным положением Перешли как бы почти на общежитие, Нам платили какую-то небольшую стипендию, Которую мы, конечно, быстро пропевали, И ни хрена не оставалось на еду. Мы жили на Садово-Спасской, Улица, Где, если кто-то из старшего поколения Был дом военной книги, Да, между ними стоят два таких. Высоких, да. И оттуда 98-й автобус, Куда ты навозил? Ближе к Академии. Мечты обязательно сбудутся, Но вечно пребудет со мной Садовая Спасская улица, Автобус 98-й. Бребные ларьки в окружении, И через дорогу под ману, Войдите в мое положение, Пропить все и жить натощак. Я выучусь, стану ракетчиком, Женюсь, воспитаю ребят. Над жизнью своей искалеченной Расплачусь я вдруг не в попад. Жена улюблена хмурится, Я выпью и снова со мной Садовая Спасская улица, Автобус 28-й. Мы людям по-своему дошлые Советские Эксио-Гран. Да здравствует светлое прошлое Туманному завтра лужам. Претерпится жизни, прилюбится, Жаль, юность порвется струной. Просни меня, Спасская улица, Автобус 98-й. Садовая Спасская улица, Автобус 98-й. У нас остается несколько Незапланированных минут, Поэтому то, что я давно не делал, По старости лета наступающего маразма, Если кто-то скажет мне, Какую песню спеть из моих, Да, Раджи, То я... Давай говори. Королевских конюшнях. Есть? Королевских конюшнях Метра нет для коня, Медсестра раскладушек Принесла для меня. Очень трудно, Голубки, В коридонах не спонишь, Стыгав ровку, Голубку Побегла молодежь. Жертолетчик без права, Минометчик без дуг, На боязках, кровавах, Ничего кроме мину. Отыскала местечко В самом дальнем углу, Где тесальник Навечно затремала на полу. Унесли педагогу, Положили меня, И отсюда мешала, Я спокойней коня, Ведь от ног до макушки Весь я гипсовым стал, Мне не надо подушки, Разве что пьедестал. Медсестра, медсестричка, Что ж ты слезы не пьешь? Как же ты без привычки Здесь в конюшнях живешь? В королевских конюшнях, В госпитальном чаду, В наркотичном, Спиртушном, Отвержденном преду. Если чудо случится, Если сном у вас растут, Дай своя, Дарья сестрица, Может быть, пригожусь, Но огонь и воскресенье, Все равно хоть честно, Проживу на чудесной, Поглядев под рисом. В королевских конюшнях, Метра нет и для коня, Медсестра, бою душу, Унесла от меня. От боя до боя, Медонта, Николи откались бы не стать, А что нам терять, Кроме долгой, Нам нечего больше терять? И пусть на пространство державы Весь фронт наш незримый опять, А что нам терять, Кроме славы, Нам нечего больше терять? Петки и волосы серы, Но выпила тебе белая прядь, А что нам терять, Кроме веры, Нам нечего больше терять? Петки и волосы серы, И пусть на пространство державы, Ведь что нам терять, Кроме смерти, Нам нечего больше терять? Да что же терять, Кроме смерти, Нам нечего? Если что, Три песни заключительные? Разветку? Это Морозовскую? Нет, ребята, Я Морозову очень люблю, И спою песню про Морозовую, Но сегодня не хочу... Опять же она за жизнь нестая? Нет, это сложно, давай. А давай и везде. А девятую ротом? О, давай-ка с девятой. Тоже, кстати, Девятая рота, Третьсорок пятый полк, Который участвовал В штурме дворца, И на немецисколько больше, Как и было. И еще на границе, И дальше границы Стоят в ожидании Наши полки, А там, на подходе к авганской столице, Девятая рота примкнула штыки. Девятая рота сдала портбелеты, Из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянется бой до рассвета, То небо вороты приснилась она. Войну мы тогда называли работой, А все же она оставалась войной. Идет по Кабулу девятая рота, И нет никого у нее за спиной. Пускай коротка ее бронеколонна, Последней ходившая в мирном строю, Девятая рота сбивает заслоны В известном декабрьском первом бою. Прости же, Девятая рота отставших, Такая уж служба, такой был приказ, Но завтра зачислят на должности павших, В девятую роту кого-то из нас. Ведь завтра зачислят на должности павших, В девятую роту кого-то из вас. Войну мы опять называем работой, А все же она остается войной. Идет по Тверскому девятая рота, И нет никого у нее за спиной. Идет по России девятая рота, Пусть нет никого у нее за спиной. Спасибо, Девятая. Ну а сейчас эти аплодисменты подождем на последнюю песню. Но сначала объявление. 23 декабря всего года здесь же в гнезде глухаря, но не в этом нашем маленьком уютном зале, который, извините, я люблю больше, А вот там, с центрального входа, там есть так называемый большой зал, будет выступать один из основоположников афганской песни, мой любимый друг Юрий Кирсанов, который вообще-то живет в Донецке, и в данный момент находится в Донецке, и в данный момент посылает сообщение, что там грохот ужасный, но приятный. Потому что рвутся уже не снаряды в Донецке, а беспробудно работает наша артиллерия, ну просто бесконечно. Ну вот, Юрий Кирсанов будет давать концерт тоже в 15 часов 23 декабря. Поэтому кто придет, советует прийти. У Юры голос практически не изменился, осталась мелодия афганской войны, которую он дал своим голосом, своей музыкой. Потом это воспринял Игорь Морозов. Игорь Морозов, последняя песня споена про него, он дал смысл как бы. Юра дал мелодию афганской войны, а Морозов дал смысл. Морозов от нас ушел уже полтора года назад, да? Почти как началась эта спецвоенная операция, то есть война с НАТО, война с НАТО на Украине, да? Вот. И Морозов ушел от нас. Я успел написать для него песню про него, я на слушаю, я ее сейчас спою. Что я хотел еще сказать в заключении? Вот какие-то странности, да? Я считаю себя примкнувшим к ним. И нас было трое. Мы все с 51-го года рождения почему-то, да? Мы все попали в Афган капитанами. И потом как-то мы все трое сдружились. Поэтому я хочу закончить наш вечер. Он не только афганский. Конечно, мы думаем про своего. Еще раз повторяю. Но все-таки помянем Морозова, потому что это ведь он не только писал про Афганистан, он писал вообще, ну, русская, воинская песня. Песня посвящается Игорю Морозову, называется «Была-не-была». Сейчас помню. Мы еще вспоминаем Афганские горы. Мы еще не забыли Учения Чечни. Мы уже не про них. Мы ведем разговоры, Доживая солдатские спутные дни. Мы уже не про них. Мы ведем разговоры, Доживая солдатские спутные дни. Помнишь, домик стрельцов, Помнишь быструю речку, Помнишь девочку тут, С кем сидел у костра. Это было давно, Это будет навечно, С этим нам расставаться Еще не пора. Это было давно, Это будет навечно, С этим нам расставаться Еще не пора. Пусть девчоночка там Стала женщиной старой, И костер прогорел, Переказа росла. Есть у нас на двоих Автомат и гитара, И война за окном И была, не была. Есть у нас на двоих Автомат и гитара, И война за окном И была, не была. Мне тут прогресс очень нравится. Спасибо всем огромное. Мы победим, Энгаза. Юра, тебе спасибо особо. Так, нас пока никто не прогоняет. Спасибо. Спасибо.